У нас дальше будут сразу два доклада Аубакирова и Гутенлохер, касающиеся того, как применяются в школьной практике буддийские мысли. Таким образом, начнем с доклада Аубакирова «Применение буддийской научно-философской мысли в системе современного образования». Я хочу поприветствовать всех присутствующих на конференции, поблагодарить организаторов за возможность нам предоставить участвовать в этой конференции. И еще порадоваться за российское научное сообщество, очень искренне порадоваться за то, что у вас проходят вот такие работы. Казахстан, конечно, далек от буддологии, тибетологии. Казахстан далек от изучения вопросов, которыми сегодня вы занимаетесь. Но вот маленькая философская школа в городе Уральске, она как раз и занимается тем, что называется образованием. Образованием, конечно, в смысле школьного образования, дошкольного образования. Поэтому доклад мой «Применение буддийской научно-философской мысли в системе современного образования». Почему я говорю «буддийской научно-философской мысли»? Потому что вот для нас, ну вот здесь мы, как говорится, варимся в своем собственном соку. И для меня буддийская научная мысль, она действительно буддийская научная мысль. Ну, если не считать то, что мы уже, ну, несколько лет занимаемся изучением вообще-то буддизма, вообще буддийской дхармы и буддийских практик. Вот. Идея применения или развития, идея развития этой буддийской научной мысли в системе образования, она возникла давно. Вот. Буддийская научно-философская мысль формировалась тысячелетиями. Ну, это мы сегодня все с вами хорошо понимаем, что действительно она формировалась тысячелетиями. И главной нитью, связывающей эти тысячелетия, было и остается освобождение от страданий путем придания смыслу человеческому существованию. Вот это самый смысл человеческого существования, вот, который формируется концепциями, и вот такими концепциями, как истины святого, карма, сознание. Вот то, о чем сейчас вот только говорила Юля, да. Сознание, реинкарнация, пустота, предметы, изучавшиеся в буддийских университетах, прашки парамита, логика, теория, познания, вина, апхитхарма, макхиамика, да, являлись путеводителями для более глубокого и детального усвоения вышеназванных концепций. То есть изучалось сознание, изучалось карма. И, соответственно, эти вот, это описание, очень подробное, имеется в работе Нестеркина, как осуществляется образование в буддийских монастырях. Когда мы говорим о системе школьного образования и вообще о системе светского образования, мы не собираемся всю монастырскую, как говорится, систему вместе с их обетами, вместе с их взглядами переносить в систему школьного образования. Но логику, логику, элементарную логику, теорию познания, она, по-моему, вписывается в систему любого образования монастырского. То есть вводить логику, да. Переходя к вопросу о системе современного образования, следует обратить внимание на определение данной его святейшим Далай-Ламы в 14-м. Образование – это необходимый инструмент для процветания, созидания, благополучия человека. Даже эта однострочка требует очень многого пояснения и комментариев по случаю человека и справедливого, мирного общества. Образование должно развивать в людях целостный взгляд на вещи, при котором вы не делите мир на себя и других. Мудрость заключается во всестороннем понимании истинного положения вещей. Главная задача образования – сократить разницу между кажущимися явлениями и истинно реальными. И вот если спросить, так как же вы в систему школьного образования, тем более и начального, и среднего, вводите все эти концепции? Но тут уже вопрос очень такой серьезный. Для того, чтобы появились у нас Капланы, Кузьмины, Крапивины и другие представители науки, то все они приходят в школу. То, что называется, в школу, где они хотят, чтобы их любили, где они хотят, чтобы их понимали, где они хотят, чтобы они действительно развивались. Это, по сути, емкое определение, затрагивающее все стороны жизни человека, и физиологические, и ментальные, потому что у нас есть и физические проблемы, связанные с болезнями, и ментальные наши проблемы, когда мы можем иметь достаточно успешную жизнь взрослую, и даже, будем говорить, нередко обладать прекрасным интеллектом, знаниями в области каких-то наук, но совершенно не обустроенным в жизни. Относится этот момент к философии или не относится? Следует ли в маленьком человеке формировать вот эту устойчивую жизнь, которая вот называется вот бытом нашим, и можно ли назвать это прикладной философией, да? Или все-таки это философия? Я все-таки придерживаюсь того, что прикладной философии как таковой не существует. Есть оформление маленького человека и наставление его на путь, будем говорить так. И вот философия, ну вот как мы на своих школьных стенах написали, что вне философии не существует никаких наук, ни физики, ни нейронауки, никакой другой. Появляется мысль, появляется изучение этой мысли, появляются вопросы, и человек начинает искать, что появляется мысль. А это потом уже все остальное, глубокая такая тонкая философия, говорящая о мысли или изучающая мысль, да? Говоря об образовании, необходимо сказать о двух направлениях. Изучение внутреннего мира, да, как фермируя воззрение человека. Воззрений много, религиозные воззрения, религиозно-философские, философские воззрения, научные воззрения. Какое воззрение нам нужно формировать, чтобы сформировать того человека, о котором сказал его святейство? Благополучие человека и справедливого мирного общества. Каким должно быть воззрение? Вот поэтому это воззрение и формируется, вот как, что называется, начали ползать только маленькие люди, и сразу к нам в школу. Мы так всем говорим. Когда к вам в школу прийти, спрашивают у нас, ну, вот как начали ползать, так и надо приводить. А еще лучше, пока мама в положении, чтобы уже пришла к вам в школу. Говоря об образовании, необходимо сказать о двух направлениях. Изучение внутреннего мира, это воззрение, сознание, чувство, эмоции, то, о чем необходимо говорить. И это связано с определенными предметами. Вот, например, предметы, которые в системе школьного образования, на мой взгляд, должны в первую очередь, философия, логика, теория, познание. Что приемлемо для всех, что не отрицается никем. Это медицина, правовая наука, история, политология. На наш взгляд, это предметы, формирующие вот это философское мышление, взгляд. Да, мы считаем, что мы 18 лет практики, нам дают основания заявить об этом. Конечно, вы попросите доказательств, но я не смогу вам их представить, потому что мы просто в своей маленькой вот такой вот тарелочке, собственном соку. Вот, благодаря только Сергею Львовичу и Наталье Львовне мы попадаем вот на такие ваши конференции, чтобы услышать вас вообще-то. И очень приятно вас услышать. И, так сказать, знаете, у меня есть определенная зависть к тому, что сегодня в России... А какая у меня радость была на то, что его святейство и вы организовали вот эту российскую, не американскую, а российскую встречу изучения. И как я вчера радовался, какие вы проводите эксперименты, и как нам это необходимо в нашей школе, понимаете? Поэтому привлечение вот этих умов в школу, вот в систему школьного образования, дошкольного образования, это необходимо. Привлечение этих знаний. Потому что, да, вы знаете, мы знаем, мы взрослые все люди, но суть-то заключается в чем? Что мы говорим, что наше поколение очень такое, которое нам принесет какие-то проблемы, но ведь мы ему несем проблемы. Поэтому сегодня и вчера были великолепные доклады, великолепные докладчики, понимаете? Но вот я сидел и ждал своего часа вот этого и хотел сократить все это свое общение с вами, чтобы не утомлять. Но вот как-то не получается у меня сейчас, потому что нужно досказать свою мысль до конца. Значит, внутреннюю и в системе современного образования совершенно отсутствует взгляд на развитие философского мышления. Все думают, а у вас философская школа, значит, вы готовите философов на какой-то философский факультет. Совершенно не так. Человек может быть сантехником, ученым, кем угодно, но он должен быть философом, он должен быть понимать себя, он должен знать, как устроить свою жизнь. Вот это, вот этот обыденный, будем говорить, такой подход, вроде бы как бы устроить свою жизнь. Как ее устроить? Да нормально жениться, создать семью, нормально выйти замуж. Это тоже знания. И их необходимо давать еще в том возрасте, когда мы находимся за школой партии. Через какой предмет? Литература, поэзия обязательно, очень хорошая поэзия. И вот мы в нашей школе изучаем всю классическую русскую литературу. Русскую. У нас программа такая, что в российских школах не изучают того, что мы сегодня изучаем в русской, вот этой классической литературе. Понимаете? Потому что мы считаем, что для казахского населения, для наших казахстанских детей очень важно знать именно слово, культуру, слово вот нашего соседнего, теперь же государства, когда-то единого государства. Вот. Необходимо философское мышление, как необходимую меру развития индивидуальной человеческой мысли. Ну и естественно, я не говорю о том, что повышать голос у нас на человечка, мы не называем дети, мы называем маленькие люди. И вот на этих маленьких людей у нас совершенно запрещено повышать голос. Вот, понимаете? Ну, говорить как-то вот в грубой форме. Ну, мы таких сразу увольняем. Буддийская научно-философская мысль, содержащая в себе отказ от неблагих действий. Так вот эти неблагие действия объясняются им. И не просто, что это убийство, воровство, распутся ложь, злословие, но смысл всего этого, комментируется все это пословно, это и есть буддийская методологика, высочайшая буддийская педагогика, методология, разъяснение пословное, построчное, по абзацу, понимаете? Я думаю, что я сейчас уже закончу, я не хочу занимать у вас много времени. Буддийская научно-философская мысль, содержащая в себе отказ от неблагих действий, непричинение вреда живым существам. Что такое непричинение вреда живым существам? Надо уже с измольства, вот с того самого момента, когда люди стали разъяснять, объяснять. Такая школа единственная в мире. Мы уже узнавали много, много я и к российским своим коллегам обращался, и вообще-то и в Калмыкии, и в Бурятии говорил, что необходимо открывать эти школы. Наша школа уже существует 18 лет. У нас есть какой-то определенный опыт уже в этой области, и поэтому даже те науки, которые мы изучаем в школе, они несколько разнятся. Да, конечно же, преподаватели, учителя школ спросят, а вот как это вы уходите от программы? Да мы не уходим от программы. Мы вот крутимся, как ежи на сковородке, и стараемся вот эту главную науку, философию, внести в умы, в сознание наших людей. Поэтому, когда к нам приходят учителя с других школ, они говорят, у вас какие-то дети другие, что ли? У вас что-то дети слишком умные, слишком свободные, они быстро все у вас понимают. Но это вот труд как раз наших учителей, педагогов, которые посвящают этому жизнь. И вот сострадание к живым существам. У нас даже есть такое вот в начале урока, обязательно открытый урок, об этом будет говорить моя коллега, «Стремлюсь к накоплению добродетели и знаний». Что есть добродетель? Что есть знание? Это комментируется, объясняется все этим нашим ученикам. «Стремлюсь к накоплению добродетели». Стремлюсь к благородству сердца. Стремлюсь любить своих родителей. Почему любить родителей? Почему благородное сердце? Стремлюсь развивать сострадание ко всем живым существам. У нас такие строчки, они произойдут. И стремлюсь постигать истинную природу реальности. Что значит, скажете, вы истинная природа реальности? Да же это пустота. Да вы что хотите пустоту-то сразу в голову маленьких-то людей и внести? Да нет, она же не вносится сразу. В вас ведь во всех ученых людей не вошли ваши мысли сразу. Ведь вы формировались. Но если бы вы попали в какие-то определенные условия, где вам формировали философское мышление, что было там в 18-17 веке в Европе, философия и медицина изучалось всегда. Потом уже они становились кем-то конкретным физиком или кем-то еще. Также я думаю, что у нас не было бы потрачено время впустую. А ведь я тоже разочаровался, когда понял, что в 40 лет, что я очень люблю физику. И закон Карна в школе все формулы мог на память переписать, две доски бы не хватило. Но я не знал значения этих формул, смысла этих форм. То есть как меня учили, что вы меня вложили. И чтобы учили так, чтобы я только в 40 лет понял, что я люблю физику, но это преступление, я считаю. Природа реальности, постижение истинной природы реальности, которая является собой понимание природы страдания и пути ухода от страданий. То есть если бы у нас физика или какая-то другая наука, химия или биология или нейронаука могла освободить от страданий, то я думаю, Будда бы дал просто физику, ядерную физику или квантовую физику в полном ее объеме. Им освободились бы от страданий. Почему, зная сегодня физику, зная другие науки, мы находимся вот в этих внутренних страданиях, мы находимся в переживаниях. Я не говорю еще о том, что существует что-то мистическое, происходящее в стадии, что наука вообще никак не сможет объяснить еще долгое время. Но, как говорят оппоненты мои, вот пройдет лет 400-300, они обязательно объяснят. Я говорю, да, конечно, возможно, они объяснят. Но сейчас это проблемы, которые нужно решать уже теми методами, которые существуют. Подготовка к подведению понимания философской мысли, подготовка, да, сопряжена с развитием таких качеств, как слушание, размышление и освоение. То, что является основой вообще-то в буддийских университетах и вообще в буддийской системе образования. Именно слушание. Я должен сначала услышать что-то правильно, а потом над этим размышлять. И все это как раз ментальные, психические, какие-то, назовите, но это процессы. Процессы, связанные с не моим физическим существом, а с моим ментальным или психическим моим. То есть я размышляю, я думаю, а потом я эти принципы ввожу в свою жизнь. Что заставляет меня ввести эти принципы в мою жизнь? Только то осмысленное, что я осуществлял благодаря слушанию, размышлению, освоению. Эти необходимые качества очень важны на пути исследования. То есть мы должны всегда уметь слушать, размышлять, осознавать, как опора для развития научно-философской мысли. Вот это и есть, что маленький монах сначала слушает, размышляет, заучивает тексты, осознает. И потом это переходит в его... Но еще есть и вы, тут компетентные люди, есть еще и практики медитационные. Это не просто занятие, чтобы снять какой-то психологический стресс, а это конкретная изложенная теория, и она имеет последовательность, как развивать это состояние шамадху или самадху, или безмятежности, уж как там вам угодно. Как развивать все это? И есть последовательность развития всех этих состояний. Научно-философская мысль, вводящая во всознавание изучаемых объектов, то есть сопряжение, сопряжение с этим, то есть реализация в уме собственно объекта изучения. Разъяснение того, что является результатом слушания, размышления, освоения. Какова польза развития этих качеств? Вот это объясняется уже в нашей школе с измысленкой. Почему вам нужно слушать? И для этого аудиторий, где начиная с пяти или с четырех лет и до семнадцати, это вот специальная аудитория, где вот такой язык-то на полной терминологии особо-то и не поможет, а поможет именно взаимодействие. Это значит, ко всей нашей учености мы должны, наверное, научиться сами для себя, для себя и для себя простому языку, несущими вот эти мысли и идеи. И вот это, я считаю, вторая сторона ученого человека, способного доносить необходимое, а уж потом, по мере его взросления, все это выводить уже в терминологическую такую сеть. Вот это то, что мы говорим. В дальнейшем на основе этой триады развития воспринимающих способностей. Воспринимающих способностей, сейчас я ниже скажу, что я целую цитату на целую страницу Раису Николаевну процедировала Капивину. Ее шедевр перевода, украшений с постижения, просто шедевр. То есть, я восхищаюсь российскими учеными. Дело в том, что мы многие тексты, это и Ламрим, который под редакцией, и вот Кругявич Спирио, это вот самые тексты, на основе которых мы осуществляем всю нашу систему образования. И вот этот шедевр, о котором я уже сказал, шедевр, я, знаете, нисколько не приукрашиваю. Но я очень человек с невысокими ментальными способностями, интеллектуальными. Поэтому я лет пять только первую часть Ламрима читал. Ну, тупой я немножко, понимаете. А уже через пять лет я как-то начал читать четвертую часть, а потом только вот пятую. И вот сегодня, вот пандемия началась, и, как говорится, очень такое хорошее дело сделала. Несколько месяцев мы с коллегами, несколько месяцев, не один, не два, больше, мы внимательно ознакомливались с трудом, переведенным Раисой Николаевной, который называется «Украшение из постижения», или «Апхисама Айланкара», как она говорит, и то, что является комментарием на Праджи Парамиту, а вот «Мать всех Буд». Ну, то есть то, что мы говорим. И вот именно это из учения, вот это проникновение. Я не знаю, насколько мы проникли, вы сейчас очень хорошо меня там и оцените, и осудите, и уж там ваши власти все это. А я говорю то, что мы делаем, да, сегодня. И что это необходимо, и что для меня это буддийско-научная мысль. И проникнуть в нее нельзя, если мы, ну, не обладаем тем, что называется непосредственным югическим восприятием. Это совершенно иной уровень. Я даже словами Раис Николаевна скажу «иной уровень сознания». Понимаете, да? Это мне очень, почему я так говорю, потому что мне это очень нравится. Методы, используемые в буддийской системе образования, также необходимо вводить в систему современного образования, да, с изучением понятия нравственности, добродетели. Что есть нравственность, почему можно ее в себе формировать, что есть принципы добродетели и знания. Введение, изучение предмета логики и теории познания не противоречат развитию логического мышления вне зависимости от статуса учебного заведения. То есть монастырь – это или общеобразовательная школа, или это просто вуз какой-то. Логика и теория познания должны присутствовать с самого начала, прямо с самого начала, будем говорить, с первого класса или даже с дошкольного момента. Логика и теория познания – это то, что развивает и не противоречит нашему развитию логического мышления. Упомянутые, воспринимающие способности. Вот здесь я цитирую Раису Николаевну из «Ухрешение с постижением». Это великолепнейший перевод. Это не просто слова, это смысл. Знаете, может показаться, что я как рекламноген действую, но настолько восхитил нас этот текст, настолько он полон разъяснениями тех переживаний, которые мы имеем, и введение их именно в систему образования. Вот это вот для меня очень важно. Я уж не знаю, трудно меня, наверное, понять. Может, эмоционально какой-то слишком. Упомянутые воспринимающие способности. Вера, усердие, пометование, сосредотечение, понимание, описание, вернее, описаны в тексте украшения с постижением. Следующим образом. Это комментарий оттуда. То есть, это цитат оттуда. Вера – это первый инструмент. Я потом скажу, почему об этом. Вера – это первый инструмент, благодаря которому вообще возможно продвижение по пути. Я абсолютно совершенно согласен. Пометуя о том, что подводимый по украшению с постижением, который, если Николай надет, конечно, с носку на то, что украшение с постижением, я буду делать это за то, что мы делаем это в школе. Уже до вступления на путь постиг пустоту и обладает пониманием, в котором имеется постижение пустоты. Мы связываем веру с таким пониманием. С чем? С постижением пустоты. Мы веру в системе образования несколько с другим связываем, но ведущей к пониманию пустоты. Более длинным путем, но направление то. Тем самым мы получаем ответ на вопрос о том, можно ли породить веру, считая, что ничего не существует. Если считать, что ничего не существует, породить или звать веру невозможно. Поэтому так необходима способность и умение устанавливать вещи существующими. Усердие здесь объясняется, как усердие в осуществлении совершенств, начиная с совершенства даяния, нравственности, терпения, усердия, медитации, мудрости. То есть здесь и так далее, но я их перечислил. В чем нам усердствовать нужно. И то же самое мы говорим, что такое даяние, почему нужно развивать его. То есть все думают, что если это ребенок, знаете, мне даже как-то язык не поворачивается, наших учеников это ребенком называть. Надо с ними, как вот мы сами друг с другом разговариваем, вот так и с ними нужно разговаривать. Это, между прочим, очень большой плюс в будущем их вот этом вербальном развитии. То есть их лексика, все, что с этим связано, совершенно отличается. Что собой представляет пометование? Это пометование пути Махаяны вместе с результатами. Незабывание, то есть пометование всего пути Махаяны вместе с результатами. Есть инструмент движения по пути, инструмент прохождения пути. Сосредоточение здесь требуется на тех объектах пути, которые относятся к пути Махаяны вместе с результатами. Это однонаправленное сосредоточение. Почему я цитирую вот здесь то, что Раиса Николаевна? Потому что, думаю, мне, наверное, было бы трудно так вот оформить свои мысли, как вот сейчас я вам это зачитываю. Но это то, как я думаю. Вот просто вот помощь в том, что вот это оформлено так, как я думаю. Понимание присутствует в виде понимания истинно несуществующими всех тхарм, начиная со зримого и далее. Это очень сложная, конечно, тема. Все связанное с воспринимающими способностями, их развитием, также необходимо актуализировать в системе общего современного образования. То есть, о чем мы говорим, все связанное с воспринимающими способностями – это вера, понимание, пометование. Это все то, что необходимо просто человеку с начала его жизненного пути развивать в нем веру и развивать в нем вот это понимание, пометование, все, что здесь написано. Доверие. Вера доверия, возникающая при взаимодействии учителя и ученика в продолжительном его периоде, то есть, когда, например, приводят их в пять лет в детский сад. И вот это продолжительный период, который дает нам возможность развить веру в нем, в нас, через наше поведение. То есть, это соответствие, вот сейчас вот кто-то говорил, соответствие между словом и делом, по-моему, это из Коломенского университета представительница была. Понимаете, да, вот это вот доверие. В периоде появляется способность ученика к слушанию, размышлению, освоению. То есть, когда у него есть доверие, когда у него есть понимание. Вот тогда-то у нас и будут появляться Медведевы, Каплановы и, как сказал Ломоносов, вы помните стих, напомните, пожалуйста, этих нефтонов и платонов, что-то не помните. Ну, как говорил Ломоносов. Да, что собственных нефтонов и быстрых разумов. В общем, вы помните. Собственных платонов и быстрых разумов нефтонов. Спасибо, спасибо. Потому что я так быстро тороплюсь и забыл, как эти строчки. Но вот они принадлежат-то точно Михаилу Васильевичу Ломоносову. Подобное определение можно отнести к усердию. Помитование, сосредоточение, понимание также требуется в системе современного образования и требует иного подхода к существующей системе образования и изменению взгляда на жизненные ценности. Это является очень важным для полноценного психического развития, отличающегося управления эмоциями. Вот сегодня его святейство много говорит о гигиене эмоций. Сегодня его святейство говорит о светской этике в системе образования. Мы немножко пошли другим путем, потому что 18 лет организовались, и наша школа существует 18 лет. Но я же говорю, мы так закрыты. Вот, знаете, мы закрыты даже выше, чем гималайские горы от вас. Вот это является очень важным для полноценного психического развития обучающихся, управления эмоциями, осознавания пагубности отрицательных эмоций в виде гнева, страсти, заблуждения. У нас объясняется, что такое заблуждение, что такое неведение, что такое страсть. Применение методов развития сознания, разработанных в буддийской философской системе образования, проявляющие великую заботу о живом существе. Я сознательно пишу эти строки, потому что вы-то сегодня и многие изучаете буддизм, и вы не сможете опровергнуть, что это величайшая забота о живом существе. Являет собой в высшей степени науку о преобразовании человеческого сознания. Именно науку я подчеркиваю. Да, конечно, скажу, что это религия, это философия, но я-то вижу в этом науку только несколько более академичную, что ли, если так вот грубо выразиться, более академичную. То есть я уважаю физику и квантовую, и все, что сегодня делается, и обязательно за то, чтобы это развивалось, обязательно за то, что я с такой вот ревностью и завистью, хорошей завистью, слушал вчера и Медведева, и Каплана слушал. Ну, понимаете, особенно ваши мысли, вот я говорю, Каплана говорю, да, ваши мысли о том, что вы все-таки уделяете внимание вот этому психическому процессу, ну так уж вы меня за это зацепили, думаю, но какие же великие люди есть. Вот это вот я, потому что, и я хочу завершить, вот я уж не знаю, удачная нота, это для меня или для вас, или неудачная, но вот спасибо российским переводчикам вам, потому что мы, в принципе, здесь, в Казахстане, используем все ваши труды. Это и Щербатской логика и теория познания, это я еще раз упомянул Раису Николаевну Крапиевну и две ведущие учения, и самый первый тут, с которым я давно познакомился, и работы Кугяевича под редакцией Терентьева, а уж книга «Скрытый тибет», с которой я так знакомился, я всегда говорю, Сергей Львович, он так сделает, что вот комар носу не подточит. То есть, когда я читал этот «Скрытый тибет», я Ольге Павловне говорю, Ольга Павловна, это точно Кузьмин, понимаете, это точно Кузьмин, потому что здесь все настолько выверено, что больше никак. И сегодня, когда вот наш китайский коллега, который из Калифорнии представил эту информацию, ну, я тоже, я не историк, я просто читал Хутухта, вот книга вот недавно вышла, да, вот не так давно, «Телорин Пачья», «Скрытый тибет», естественно, мы знакомимся с тем, что вы издаете для себя, потому что здесь в Казахстане-то наука, она в очень печальном положении, здесь буддологии, тибетологии, ядерной физикой или квантовой физикой, здесь никто не занимается. Вот это маленькая философская школа, которая хочет этим заниматься, но у нас нет Капланов, у нас нет Кузьминых, мы тут сами как-то вот, поэтому мы с удовольствием читаем ваши книги, и вот молодой человек, который физик-то был вчера, Александров, который книга-то, мы же и знакомились с его книгой, физика, это буддизм глазами физика, но великолепно написанная книга, вот, только она немножко сложновата, вот вчера он говорил попроще, попроще говорил, то есть более развернутой, более понятной, то есть живая речь, она всегда как-то воспринимается по-другому, нежели вот в книге, в книжке прочитаешь, и спросить-то нету рядом такого человека. Я на этом завершу свое вот такое, чтобы не утомлять-то очень много, вот, сказал все, что хотел сказать, ну, конечно, есть еще хоть что-то сказать, но я думаю, рамки приличия, и пора мне завершить и дать уже слово Ольге Павловне. Ну, мы дадим слово Ольге Павловне, прежде всего, надо поблагодарить вас, пожелать успехов в вашей школе, и уже не первый год мы знакомы, и это очень отрадно, что ваша школа так успешно развивается, это прекрасно, но вот тут у Юлии Жеронкиной комментарии есть, попросим ее сказать то, что она наметила. Я всегда готов к ней сидеться, пожалуйста.